Гомелю с любовью. Персональная выстава скульптора Дмитрия Попова открылась в Палаце культуры чугуночников. В прошлом году Дмитрий Попов отзначил свое 80-ти годы. Признанный мастер психологических и исторических портретов, он работает во всех видах скульптуры. От дробной пластики до монументальных творений, которые пригодят многие городы. Монументальные работы, скульптурные композиции и мемориальные дожки размещены на улицах Минска и Москвы, а так само Гомеля, Чачерска, Будака Шалева и Добруша. Скульптор створил памятный знак на месте былого лагера Дулах-121 у Гомеля и мемориалу о Зарычах. Экспозицию в Палаце культуры чугуночников можно поделить на несколько блоков. Так, серый работ присвечен Чарнобыльской тематице. Особным блоком представлены портреты ведомых людей, например, бюст мастака Гаурила Вашчанки. В образы жанчин можно увидеть в таких творах, как «Паудневый ветер» и «Элегия». По часу рачистого открытия выставы майстер передал удар Палацу культуры чугуночников 22 своей работы. Работаю за очень долгий срок, можно сказать, в течение всей моей жизни собирались, работаю. Ну что такое работа в музее купленная? Постоят потом запасники и пылится годами, пока опять где-то не поднимут. А здесь люди ходят, видят. Я сейчас, конечно, гораздо меньше работаю, приходится беречься. Тяжелую работу не беру, но вот работаю, у меня много незаконченных работ, я над ними и оттружусь. Осенью, видите, еще новые в этом зале, надеюсь. Экспозицию дополнили фотоподборка мемориальных дошек, аутерство Дмитрия Попова и подрихтованные им медали. Продолжение следует...